Здравствуйте! Вы смотрите программу Ейской епархии «Хлеб жизни». Рождество Христово, Великий праздник, торжественный день для всех христиан. В Свято-Никольском кафедральном соборе Ейска прошла ночная божественная литургия. Праздничную службу возглавил Преосвященнейший Павел, епископ Ейский и Тимошевский. Рождество Христово – Великий праздник, установленный в воспоминании о рождении в мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Начало его празднования восходит к апостольским временам. Отцы Церкви называют Рождество Христово величайшим и радостнейшим праздником. Подготовка к этому светлому событию началась задолго до 7 января. Молитвенно и духовно настроиться на осознание истины православным помогли 40 дней рождественского поста. И вот настала эта Святая Ночь, имеющая самое важное значение в жизни каждого христианина. Сам Бог, Спаситель мира, воплотился и стал человеком, чтобы указать нам путь к спасению. В Кафедральном соборе Ейска были зачитаны рождественские послания Святейшего Патриарха Кирилла и митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия. А после епископ Ейский Тимошевский Павел обратился к присутствующим со словами поздравления. Мы сегодня воспоминаем, когда ангелы с неба восхваляли Христа, прославляли Его. Но мы с вами, люди, еще больше имеем радость, потому что Христос родился не ангела спасти, а ради нас. Ради нашего спасения Сын Божий становится Сыном Девы. И надо нам постараться, чтобы в душе каждого из нас родился Христос. Надо уготовить вертеп, приготовить ясли, пригласить святое семейство, чтобы в душе нашей родился Богомладенец, и чтобы душа наша восприяла Божию благодать. Нам с вами нужно все время прославлять Христа Бога и все время пребывать в покаянии, потому что Христос совершил свое снисхождение к нам. Теперь мы должны восходить, совершить свое восхождение ко Христу и встретиться с Богом посредством Таинства Святого Причастия. Когда мы, по Божьей милости, принимаем то, чего не могут принять ангелы, мы принимаем тело и кровь Господа и Бога и Спасителя нашего. Будем радоваться сегодня, в эту ночь, будем радоваться во все дни своей жизни о такой Божьей милости, о совершенстве Христа на землю, принятием им человеческой природы, нашей с вами природы. Будем восхождать Христа, что Он сроднился с нами, что Он вочеловечество для того, чтобы мы могли зайти на небо. И будем свою эту любовь, свое словословие выражать в вере своей, в добрых делах, в делах покаяния, в молитве своей к нашему Богу. Дорогие отцы, братья и сестры, еще раз все сердечно поздравляю с праздником Рождества Христова! 7 января в Ейском городском центре народной культуры состоялась традиционная праздничная программа «Свет Рождества». В фойе действовала выставка работ декоративно-прикладного искусства «Светлое Рождество». Здесь можно было полюбоваться различными изделиями, созданными местными мастерами и приобрести понравившиеся авторские работы. Большой зал Центра народной культуры был полон. Яркую концертную программу открыло выступление воспитанников хора Ейской школы искусств и ребят из воскресных школ. Дети показали зрителям постановку «Рождественская сказка». Программу рождественского концерта продолжил сводный хоровой коллектив Ейского благочиния, в составе которого были и представители духовенства. Собравшихся в Большом зале городского дворца культуры зрителей приветствовали епископ Ейский Тимашевский Павел, мэр Ейска и депутат законодательного собрания. Владыка поздравил присутствующих с Рождеством Христовым, пожелал помощи Божией, мира и благоденствия. Радостно, что сегодня вы пришли на этот праздник. И вам всем, вашим близким, всем нашим горожанам и жителям района мы желаем счастья во Христе, быть участником Божественной Христовой жизни, иметь радость в сердце и этой радостью всегда делиться с окружающими людьми. Здравия вам всем, мира, благоденствия от Христа, Богомладенца. С праздником! Рождественский концерт, как всегда, стал ярким, запоминающимся событием. На сцену вышли вокальные, хореографические, театральные коллективы и солисты городского дворца культуры. Эта музыка зовет, снова музыка меня зовет. Каждый из творческих рождественских подарков многочисленные зрители встречали восторженно, аплодисментами. Юным артистам после выступлений вручили от Ейской епархии сладкие подарки. Ну а на театральной площади в течение нескольких часов в день Рождества Христова проходили мастер-классы по колокольному звону. Азы звонарного искусства дети и взрослые изучали на мобильной звоннице, созданной специально для проведения подобных мероприятий. С Рождеством Христовым! Поздравляем вас всех! В праздничный день епископ Ейский Тимашевский Павел по сложившейся традиции поздравил с Рождеством Христовым инклюзивный театр «Страна чудес». Это объединение возглавляет Нелли Валерьевна Русакова. Проводимые ею творческие занятия дают возможность ребятишкам, чьи возможности здоровья ограничены, общаться со сверстниками. В празднику дети вместе со своим руководителем подготовили спектакль «Новогодние превращения». Выступление было очень трогательным и эмоциональным. Сорока, ты везде летаешь, все знаешь, помоги нам своим советам. Хочется чего-нибудь интересного, волшебного. Вот мне шубка моя старая надоела, совсем прохудилась. Зрители дружно аплодировали актерам. «Страна чудес» – большой подспорь для родителей особенных деток. Здесь они получают моральную и иную поддержку, делятся опытом воспитания и социализации своих сыновей и дочерей. На рождественской встрече присутствовали и волонтеры епархиального корпуса. Православные добровольцы всегда откликаются на приглашение поучаствовать в жизни этого небольшого сообщества. На протяжении долгого времени они помогают театру решать различные вопросы, в том числе сделать уборку помещения или украсить его к празднику. После выступления правящий архиерей поздравил ребят и вручил им подарки. Владыка поблагодарил Нелли Русакова, руководителя инклюзивного театра «Страна чудес», за ее важную работу и заверил, что епархия продолжит поддерживать возглавляемое ею объединение. По благословению епископа Павла, инклюзивный театр регулярно получает финансовую помощь, которая позволяет оплачивать коммунальные услуги. Коллективу также не раз была оказана помощь в организации поездок на творческие фестивали. Ейская епархия огромное спасибо, помогает очень много. Начиная с того, что волонтеры приходят, здесь нам дезинфицируют, убирают, генералят помещение. Потому что не все особые мамы могут прийти, бросив ребенка, прийти здесь помочь. Но детки тоже помогают мои. Кроме того, наши дети с помощью Ейской епархии попали на все эти фестивали. Каким образом? То есть не очень хотят детей брать, особых детей брать таксисты, просто водители. Ейская епархия согласилась отвезти детей к поезду и в Староминскую, и в Ростов, и в Кущевскую. Конечно, то, что Ейская епархия помогает нам оплатить коммуналку, это тоже огромная помощь. Потому что у нас некоммерческая организация, государство нам пока ничем не помогает. И вообще, вот даже просто доброе, приятное отношение, когда бы я ни пришла, когда бы я ни обратилась к владыке, всегда с радушием встречает, всегда откликаются на мои просьбы. Поэтому огромное спасибо Ейской епархии. Доброе дручевское общение продолжилось за чаепитиям и подарило каждому участнику рождественской встречи незабываемые впечатления. Во всех десяти благочиниях Ейской епархии состоялись тематические праздничные мероприятия. Так, 7 января на территории Храма Трех Святителей из Таницы Ленинградской прошла программа в поисках рождественской звезды. Ребята, вы готовы с нами отмечать Рождество? Свечи зажигаются, сказка родительская. Начинается! В познавательно-развлекательной программе приняли участие более 150 ребят разного возраста. В ходе праздничного мероприятия юные жители муниципалитета узнали историю праздника Рождества Христова, посетили игровые площадки, на которых они зарабатывали лучики, чтобы затем зажечь рождественскую звезду. Ребята с увлечением отвечали на вопросы волхвов, надели хороводы, участвовали в танцевальном флэшмобе и с радостью помогли высиять рождественской звезде. Не обошелся праздник и без угощения. Детворон на свежем воздухе подчивали ароматным чаем и вкусными домашними пончиками. В первый день года благочиния Ейской епархии вновь присоединились к международной духовно-спортивной акции «Муромская дорожка». 1 января было много участников события в храме равноапостольного князя Владимира города Тимашевска и Петропавловском храме Станицы Брюховецкой. Впервые присоединились к акции «Муромская дорожка» в Старовеличковской. Здесь после богослужения организовали пробежку. Маршрут забега проходил от Дома культуры до Свято-Троицкого храма. В День памяти Святого Преподобного Ильи Муромского цикл мероприятий прошел и в Ейске. 1 января 2024 года в День памяти Святого Преподобного Ильи Муромского епископ Павел совершил молебен в Ейском храме Архистратига Михаила. Богослужение, за которым молились глава Ейского района, начальник муниципального отдела по физической культуре и спорту, руководители различных спортивных организаций и секций, их воспитанники, родители, ребят, стало началом традиционной акции «Муромская дорожка». Идея ее проведения принадлежит всероссийскому общественному движению «40-40». Сегодня память преподобного Ильи совершаем. Как говорится в его житии, до 33 лет он был парализованным человеком. И тот, кто был на одре болезни, все время возлежал, ничем не мог по хозяйству помочь ни отцу, ни матери своей. И даже, ну, как некоторые думают, что это считать человек себя обузой для других. Но была у него душа свободная, и он умом молился Богу. И так внутри он себя созидал. И наполнился благодатью. А потом пришли странники и сказали ему, что Господь его исцеляет, и что он будет защитником Руси и не погибнет на войне. И вот он, знаете, исполнился силой, встал со своего многолетнего отрада, и столько себе сил почувствовал. Стал помогать отцу по хозяйству, но понимал, что сила дана ему для защиты родинами. Поэтому он поехал в стольный град Киев к князю Владимиру Красного Солнышка, служил Владимиру Мономару уже, другому князю, и служил ему, обороняя наши рубежи. Очень был отважным воином, очень был удивительно сильным. То есть среди его современников такого сильного человека уже не было, как сам Илья Муромец. Много очень послужил. Мы должны поучаться из его жития, что все, что мы имеем, мы должны понимать, что это дар можно. Мы должны использовать на благо людей, на благо Церкви, на благо нашего Отечества и для прославления Бога. И таких людей Господь сам прославляет. В этом году почин «Встречаем нового трезво» вновь поддержали десятки городов России и зарубежья. Инициатор событий в Ейске, координатор движения 40-40, предприниматель Александр Хизов. Ну, выступил Новый год, сегодня 1 января. И, как обычно, мы уже на протяжении 7-го года встречаем Новый год именно вот в этом храме, в этом приходе, с детьми, трезво. День у нас начинается с молитвы, потом с пробежки. И, как обычно, спортсмены расходятся по залам. Тренировка у нас новогодняя, бокс, дзюдо, самбо, волейбол. Все школы спортивные принимают участие. Очень приятно, что в этом году поддержал нас нового района. Наше, это мероприятие становится все шире, шире, шире. После совместной молитвы состоялась пробежка по парку имени Максима Горького. Сегодня очередной год, когда проходит Муромская дорожка на территории Ейского района. Я сам лично принимаю третий год участия. И с каждым годом я вижу, количество людей увеличивается, которые хотят принимать участие. Я считаю, что для молодежи это очень важно. Развитие физическое и понимать, что встречать Новый год трезво, спортивно, в храме – это нормально. Поэтому я очень рад, что количество людей увеличивается, особенно молодежи. Преодолев намеченную дистанцию, дети и взрослые собрались в трапезной за общим столом на чаепитие. Участники акции побеседовали с правящим архиереем, вместе посмотрели тематический фильм. Продолжилось мероприятие тренировками и товарищескими состязаниями. 1 января 2024 в Ейске участников события было больше, чем в прежние годы. События в рамках масштабной акции впервые одновременно прошли на территории трех храмов города. Архистратига Михаила, преображение Господня и введение во храм Пресвятой Богородицы. В каждом состоялся молебен, а затем небольшая пробежка, тренировка в спортзале или на ледовой арене, а также на свежем воздухе. Ну а в финале – чаепитие. Епископ Ейский Тимошевский Павел и глава Ейского района Роман Бублик подчеркнули значимость подобного спортивно-духовного праздника. Отметили его важность для нравственного воспитания детей и молодежи, формирования патриотического духа жителей города. Я хочу сказать спасибо большое организатору, уже 7 лет проходит такое мероприятие с Божьей помощью. Когда здоровое тело, здоровый дух, вера в сердце, я думаю, все у нас получится. Детей очень много, дай Бог, чтобы у них дальше по жизни все это в сердцах осталось. И они также шли и передавали все это уже своим детям, своему новому поколению. Тогда, я думаю, что наш русский народ всегда будет силен и духом, и телом. Спортивные наставники, юные спортсмены, их родители и старшие родственники выразили признательность организаторам акции и поблагодарили за возможность провести первое утро года с пользой для души и тела. Среди значимых спортивных событий начало года и традиционный рождественский шахматный турнир на Кубок Спаса Преображенского храма Ейска. Соревнование прошло 4 января в шахматном клубе «Блиц». В мероприятии приняли участие более 50 шахматистов из Ейского и Щербиновского районов, а также из Москвы и Ростова-на-Дону. С приветственным словом к участникам турнира обратился благочинный Ейского округа церквей, настоятель Спаса Преображенского храма Ейска Иерей Дмитрий Самохин. Победителям соревнования вручили кубки, а все участники получили награды, а также сладкие подарки. Вы смотрели программу Ейской епархии «Клеб жизни». Всего вам самого доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok